Привет, я Вань. Новогодний варафон продолжается. Каждый час я рисую новый рисунок. Рисуй со мной, это будет интересно, весело. Раньше я нарисовал, уже час назад я нарисовал елочку новогоднюю. Теперь я рисую новогоднего единорога. Рисуем сухо, как говорят любительницы пони, My Little Pony. Они всегда говорят, рисуй сухо, не ошибешься. Я это знаю, но иногда хочется рисовать чего-то другого. Ну, нарисуем сухо. Нарисовали ухо такое, а теперь нарисуем челочку. Челочку я вот так нарисовал. Отличная челочка. Напомню, что дальше я буду рисовать, после этого, через час я буду рисовать леди баг. Так что приходи через час. Теперь я рисую вторую вот такую вот завитушку. Это уже грива пошла, и она вот так идет в сторону, и вот такие завитушки. Сегодня у меня единорог будет весь в завитушках. Я надеюсь, они у меня будут получаться ровненькие, хорошенькие. Но если немножко кривоватые, ничего страшного, я расстраиваться не буду, потому что все-таки я рисую просто, и мне хочется что-то такое сегодня творческое, простое, новогоднее, но без таких сильных изъянов, там, ну, не знаю, изысков таких, чтобы совсем сложно было нарисовать. Вот такой вот он у меня единорог. Такая лошадка получается, вот так. Так. Здесь надо будет еще нарисовать, не хватает здесь завитушечек вот сюда и сюда. Получается очень даже хорошо. Он у меня с закрытыми глазами единорожек такой. Здесь такая вот у него дырочка. И улыбочка. И чего не хватает для единорога? Ммм, чего не хватает? Наверное, не хватает еще одной завитушки. Я думаю, вот здесь еще одна завитушка влезет вот сюда. Отлично она влезет. А вот здесь не хватает такого большого рога. Я надеюсь, он у меня влезет и все будет хорошо. Смотрите. Я сразу его вот так рисую. Вот так. И вот так. Большой рог. У единорога хороший рог. И он у меня будет, конечно, новогодний, такой белый, красный. Как будто конфеты. Что я сейчас сделаю? Я сейчас возьму фломастер и обведу моего единорога еще раз. Чтобы он был такой четкий, вырисованный. И если ты знаешь, как рисуют настоящие ребята комиксы, то ты знаешь, что некоторые линии они рисуют очень толстыми, некоторые тонкими. И тогда единорог и их рисунок, в принципе, получается очень-очень выразительный. К примеру, где-то можно сделать очень толсто, а где-то потоньше. И вот я сейчас этим и занимаюсь. Я вот здесь показываю, что он имеет такие бугорки. Рог единорога. Отлично. И, конечно, я буду раскрашивать масляной пастелью. Так что, если ты раскрашиваешь со мной, приготовь, может быть, карандаши, ручки, фломастеры, маркеры. Чем ты умеешь и любишь раскрашивать больше всего. На Новый год лучше рисовать самыми любимыми материалами. К примеру, куаш. Это мой любимый материал. Но я знаю, что трудно некоторым ребятам рисовать. Сегодня все-таки я рисую очень просто. И выбрал для этого специальный маркер. Такую тоже любимую мою технику, когда мы рисуем только маркером. И раскрашиваем масляной пастелью. Получается здорово. Отлично. А теперь раскрасим. Раскрасим в стиле Нового года. Светло-зеленый и темно-зеленый и красный. И все это мы будем красить нашего единорога. Я очень люблю раскрашивать. Я немножко сейчас расскажу тебе, почему я решил сделать такой новогодний марафон. И каждый час рисовать новый рисунок. Потому что мне хочется, чтобы ребята побольше рисовали. Чтобы Новый год, когда бывает до Нового года некоторое время, несколько деньков есть свободных. После Нового года есть тоже несколько деньков свободных. Ты можешь порисовать. Может быть тебе приглянется какой-то рисунок. Ты нарисуешь тоже вместе со мной. И мне хочется, чтобы это беззаботное творчество, время для творчества было потрачено с пользой, к примеру. И можно нарисовать что-то хорошее, интересное и прикольное. Как я всегда говорю, не сидеть сложа руки, рисовать, рисовать, рисовать. Вот так получается. Хороший единорог у меня получился прям классный. И не сложно его нарисовать. Если ты заметишь, мы всего лишь 5 минут рисуем. И у нас получается здорово. Теперь возьмем такой красный. Яркий красный. Бери самый яркий и прям рисуй. Не бойся ухо нарисовать. Здесь красный, здесь красный. Здесь красный. И наверное все. Сам единорог, наверное, я долго думал, чем его раскрасить. И наверное все-таки он будет у меня розоватый. Потому что мне кажется, розовый очень подходит к единорогу. Ну он такой нежный, такой беззаботный цвет. Я уже рисовал розового единорога. Но он получился у нас не совсем розовый. Ну как конфетка прям получился. Отлично. Немножко, видишь, я рисую плашмя. Плашмя. Тогда получается не сильно розовый, а прям такой переход розового. Что я теперь возьму? Я возьму черный и немножко подведу вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. И тогда мой единорог будет более немножечко объемный. Вот так вот. Напоминаю, что через час я буду рисовать Леди Баг. Не уходи рисуй со мной. Новогодние рисунки и марафон новогодний на канале Рыбакит. Если тебе хочется, чтобы я нарисовал что-то свое, приходи в Инстаграм, пиши. И я обязательно постараюсь нарисовать то, что захотел. Может быть вместе порисуем. Все, ребят. До новых встреч. Желаю вам в новом году побольше рисовать единорога, в примеру. Или просто хорошего счастья детского. Пока.